Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, как защищать виноградник от ос. Ну, пару таких вступительных слов. Во-первых, осами поражаются не все сорта. Есть сорта с более плотной кожицей, которые сильно этому не подвержены. Кроме того, нападение ос зависит от года. Например, в прошлом году было очень много яблок, и проблем с осами мы не ощущали. Сейчас же, в этом году, яблок очень мало, и осы просто атакуют сад. Сейчас я вам показываю виноград сорта реформ, винный виноград. Созревает очень рано, в принципе, его уже можно пробовать. С этой стороны ягодки еще на вид зеленоваты, а вот здесь на солнышке они вот такие желтенькие. Он очень вкусный так, не обязательно его на вино. Но если на вино 25% сахара он выдает легко, снимать его еще рано. Так, если по чуть-чуть подъедать по пару ягод с грозди. Так вот, он уже начинает подвергаться атакам ос. Пока что еще утро, и так сильно незаметно. Но днем здесь уже будет так порядком. Сильных повреждений тоже пока не видно. Но мы понимаем, еще виноград не вошел полностью в свою зрелость. А буквально через неделю, я думаю, что здесь будут раи, это раз. Во-вторых, просто можно полностью потерять урожай, поскольку повреждается осами он очень сильно. Вот это у нас галант. Вот, начинает плодоносить на второй год. Конечно, ягодка еще не совсем готова, хотя понемножку ее можно подъедать. Уже нет кислоты. И вот смотрите, вот уже там целая куча этих ос. Хотя вроде бы, ну не сказать, что он источает такой уже сильный аромат, этот виноград. Вот, при том, что еще и не совсем готов, как я сказала. Видите, вон, идет уже атака. И, конечно, очень жалко, потому что, ну, недозревшая. Еще ягода не готова, и хочется поесть ее самим, и не отдать вот этим вот насекомым. Ну, вот здесь у нас еще голубика, которая тоже сейчас просто очень сильно повреждается. Вон, видно, поеденные ягоды, выеденные осами. И ее сейчас даже, попробую, чтобы камерой было видно, может быть видно, но, может, если что, поверите на осы. Вот, вот это все поели осы. Даже проблематично ягоду собирать, потому что везде, почти под каждой ягодкой, вот, как только солнца встанет больше, сидят осы. Ну, понятно, что голубику вообще сильно не прикроешь. Для винограда есть несколько различных способов. Один из них, это механическая защита. То есть, на грозди девать какие-то мешочки. Ну, это могут быть такие мешочки, вот, в которых овощи продают, сеточка. Я два года назад шила из спонбонной мешочки. На самом деле, как бы, пошить не проблема. Единственное, у меня спонбон был плотноватый. Для этого лучше брать самый-самый тоненький. Потому что даже через сетку, в принципе, осы могут пролазить, через тонкий спонбон нет. Но у этой медали есть обратная сторона. Во-первых, на сегодняшний день, то есть, на участке у нас почти 60 кустов. И 60 кустов, даже если посчитаем, что там, поскольку веток по 10, по 15 на каждой, там 2, 3, 4 грозди, вы представляете, какое количество надо укутать в мешочки. То есть, ну, это большая работа. Хотя, конечно, урожай того стоит. Но есть другой нюанс. Все зависит от погоды. Сейчас погода такая стоит. Идут дожди теплые. И потом стоит такая теплая, влажная погода. То есть, если было бы сухо, то такой способ эффективен. Особенно, ну, если у вас не так много виноградников. Но при влажной погоде мы можем столкнуться с тем, что наши ягоды в пакетах, они просто будут загнивать. А ввиду того, что они в пакетах, мы это даже не особо будем замечать. Поэтому, ну, такой способ, он не всегда является эффективным. Сейчас вот вам покажу Аркадию нашу красавицу. Вот она какая. Ну, вот это было такое маленькое предисловие. А теперь приступим к тому, что будем делать мы. Есть два способа. Два способа борьбы с осами. Ну, конечно, есть и больше всяких различных. Но два, которые используем мы. Так вот, один это механический. То есть, мы их будем отлавливать в ловушке. Берем обычную пластиковую бутылку. От любого напитка. Абсолютно от любого. Который есть. И вот, смотрите, тут уже отрезано. Вот так вот срезаем вверх. Вот здесь вверх срезаем не до конца. Сейчас покажу готовое. Вот так вот мы срезали вот эту верхнюю часть. И переворачиваем ее вниз горлышком. Смотрите, что важно. Бутылка, правда, темная, чтобы горлышко бутылки не доставало до низа. То есть, там должно быть сантиметров 5. И наливаем сюда приманку. Самая лучшая приманка это пиво. Она будет работать долго. Можно, конечно, варить различные джемики. Из подгнивших фруктов добавлять туда сахар. Но они работают краткосрочно. Через некоторое время уже запах становится не тот. Это все густеет. И для ос становится непривлекательным. Пиво работает долго. На пиво приходят мухи, осы и шершни. Значит, мы туда заливаем пиво. Не до верха, приблизительно, вот на такой уровень. То есть, пиво здесь будет служить только для запаха. Наша оса, либо шершень, залетает внутрь. Кушает тут вкусненько. А дальше пытается по стеночке выбраться. И выбраться не может. Вот такие вот механические ловушки мы делаем. И расставляем под нашими виноградниками. Развешиваем по всему участку. И таким образом отлавливаем ос. Итак, способ номер два. У нас вот такие кормушки. Тоже пластиковая бутылка абсолютно любого размера. Здесь прорезаны. Немножко и раньше я делала их по-другому. Но таким способом защита от дождей. Чтобы то, что там внутри, не намыкало. Покажу, что нам нужно наловилось. Таких ос, мотыльков. Не особо их жалко. Значит, для вот этих вот кормушек мы варим варенько. Из всяких подгнивших фруктов, все что угодно. Добавляем туда сахар. Можно того же пива добавить. То есть всякой-всякой штуки, которая будет вас привлекать. Потом. Ну, я, понятно, не показываю, как это варить. Я думаю, что вы и так сможете это сделать. Мы добавляем туда какой-нибудь препарат против насекомых кишечного действия. Препараты против насекомых бывают кишечные, бывают поверхностные. Нам надо кишечного, чтобы оса это ела. Например, биотлин. Например. Ну, а дальше можете поискать в магазинах, где продают химию. Этого всего хватает. Значит, мы добавляем этого препарата вот в эту вот вареньку. и заливаем в такие кормушечки. Смысл в чем? Конечно, видите, часть здесь подмирает насекомышей. А часть вот-вот прилетела сейчас оса. Может быть, вам будет видно. Она это кушает и относит домой. И кормит своих детенышей. Ну, таким образом мы этих самых ос уничтожаем. Единственный нюанс, что вот эту кормушку я вешала неделю назад. Видите, густенько. Густенько, она уже все загустела. То есть, по-хорошему, ну, эти бутылки надо выкинуть, поставить новые. Потому что они уже работают очень слабенько. Хотя пару каких-то у вас прилетает. Но уже и запах от этого не сильный. То есть, вот эти вещи надо менять. Семя долго они работать не будут. Те ловушки, которые я вам показывала сначала, они работают дольше. Ну, мы ставим и то, и то, чтобы максимально вот эту вот напасть побороть. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения. Также делитесь своим опытом. Хороших вам урожаев. Под видео нажав кнопку «Еще». Ссылка на наш сайт с полным ассортиментом сортов. И ссылка на наши контакты. И до новых встреч. Пока!